В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Ордан Иоанном Предтечии. Крещенский сочельник 18 января в храмах освещают воду, а народная традиция с 17 века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озеро или ручье. Если решили окунуться в ледяную воду, стоит напомнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда. Шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания. Погружаться с головой неподготовленным людям опасно. Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд. Довольно опасно окунать прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от перехлаждения, который может спровоцировать ряд заболеваний. Также лучше воздержаться от купания беременным женщинам и пожилым людям. Возле проруби и Ордании будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. В Раменском городском округе началась подготовка к проведению крещенских купаний и мерах по обеспечению безопасности людей во время проведения мероприятий. В этом году в округе оборудуют 13 Орданий. В территориальном управлении Новохритоновское в селах Игнатьева и Карпова. В территориальном управлении Верейское в селе Быково храме в честь иконы Божией Матери. В территориальном управлении Вялковское в деревне Устиновка. В территориальном управлении Кузненцовское в селе Малышево. В территориальном управлении Островецкое в деревне Островцы и в селе Верхнее Мячково. Территориальное управление Софинское в селе Сеньково, территориальное управление Челковское в селе Михайловское Слобода, также в селе Вкжель и на Кратовском пруду.